Слава Господу! Прекрасный день! Слава Господу! Прекрасный гимн! Радуюсь, видя этот текст Писания, имея первосвященника Великого, прошедшего в небеса Иисуса Христа, Сына Божия. Его мы сегодня проповедуем. Его мы сегодня славим. Ему поклоняемся. Я желаю перед молитвой поделиться одной мыслью в основании, прочитая место Священописания, которое записано в послании к римлянам, 14 глава. Здесь апостол Павел говорит о снисхождении к немощным духам и о сильной в духе. И тут с 7 стиха хорошая мысль. Давайте пронаблюдаем. Здесь апостол Павел пишет, «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем? Всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми. А кто ты, осуждающий брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Всем предстанием на суд Христов. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждому из нас за себя, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Основной стих, на который я желаю обратить внимание, это 9. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над живыми, и над мертвыми, и над живыми». Моя тема – Христос есть владыка над мертвыми, и над живыми. Одна из причин, для чего Христос умер, воскрес и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Даже когда дитё Божье, христианин, его тело ложат в могилу, дух и душа его, она у Господа, и он владычествует. Знаете, на прошлой неделе прошли похороны с Пакэни, одной из нашего большого родства, ушла вечность Надежда Потаповна Шумкова, её девичья фамилия Тищенко. 80 лет жизни, 10 детей, которые воспитали они с мужем, вырастили, все дети в церкви с Господом. И она в последнее время, она болела, тяжело, уже на постели была, а потом её в Господь перевели, и она не могла пищу принимать. И врачи говорят, мы ей сделаем тюб, чтобы поступала пища, чтобы жизнь продлилась. Они ей сказали, дети перевели, она говорит, нет, нет, ничего не надо делать. Врач так удивился и говорит, если мы это не сделаем, она умрёт, ей жить осталось, может быть, два дня. Они говорят, мама, если это не сделать, ну, ты умрёшь тогда. Она говорит, детки, вы что, я не умру? Я уйду к Господу? Вы похороните тело, я жить буду вечно, я ко Христу иду. Я так думаю, вот какая вера до последнего, какая надежда на Господа, я буду жить всегда, вы что? Вы тело моё похороните, я с Господом буду. Христос является владыкой над мёртвыми. У Него нет мёртвых. Христос говорил, верующий в Меня никогда не умрёт. Верующий в Меня, если умрёт, Он оживёт. Веришь ли этому? Важно, чтобы нам пройти вот и до последнего, иметь такую твёрдую веру и надежду на Иисуса Христа, который и за гранью владычествует. И, знаете, это слово владычествует. Я его не употребляю. Как-то оно старинное, и я его всегда относил, знаете, как-то к Богу, к Творцу, к которому Моисей обращался, говорил, «Владыка Господи!» когда апостолы обращались, они тоже говорили, «Владыка Божия, сотворивший небеса, землю и море!» Христос, когда пришёл на эту землю, Он открылся нам, как Сын Человеческий, как раб, который исполнит волю Отца и станет жертвой. Но на следующем месяце даст Бог жизни, мы будем вспоминать пророческие слова, где Бог через пророка Исаию скажет, «Младенец родился нам, Сын дан нам, владычество на рамени Его, умножение владычества Его и мира, нет предела на престоле Давида и царстве Его, Он владыка!» Я думал, как вот по-другому сказать, «Владыка!» Имя Христу ещё царь царей, Господь господствующих, мы знаем царь, который над какой-то областью царствует, мы знаем Господин или Лорд, который над какой-то землёй владычествует, а вот над всей Вселенной единое имя – это Бог, Владыка, который управляет и владычеству Его управления у Его нет предела, Он контролирует всю землю, Он первосвященник великий, Он священно действует сегодня и Он владыка, Он владычествует над всей Вселенной, и это звание, этот титул на рамени Его, на плече Его, знак владычества, Он заслужил через смерть, воскресение и жизнь вечную. И этот день мы сегодня вспоминаем. Об этом апостол Павел в послании Колосина во второй главе, 15 стихом, написал такие слова о Иисусе Христе, «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними с собою». Это Господь Иисус Христос, Он умер, Он сошел в преисподнюю, но не как все, даже праведники, Он сошел туда как победитель, как Бог, как Владыка, Он отнял власть имеющих, забрал ключи ада и смерти, они в Его руке и вывел измученных на свободу и ввел их в райские обители. И теперь смерть не страшна, у Него нет жала, у Него нет силы. Бог, Христос, Христос Бог, Он владычествует и в Его руке ключи ада и смерти. Он Владыка над всеми мертвыми, Он Владыка над всеми живыми. И сегодня по всему лицу земли все дети граждане Царства Божия собрались во имя Его вспомнить сыну дарованного нам звания быть детьми Божьи. Дорогие братья и сестры, кто из вас лично знаком с царем или, скажем, по-нашему президентом? Кто может ему руку подать, кто его может по плечу похлопать? С кем он чай пил когда-то? А это Владыка Вселенной. И в одной песне поется «Я знаю Господа» и знает «Он меня». Он меня по имени знает. Он тебя по имени знает. Он с тобой имеет личные отношения. И вот этот Владыка, которого не вмещают небеса небес, который первосвященник великий, он заслужил это звание, он владычествует над всем миром, он знает тебя по имени. И он сегодня собрал нас. И он говорит «Служитель благословит и преломят братья, и хлеб подаст, скажет «Это тело мое за тебя ломи, мое. Это я сделал, чтобы тебя купить. Это кровь моя, которую я пролил за тебя, чтобы омыть тебя и одеть тебя в одежду праведности и назвать тебя сын мой, дочь моя». Представляете, такой царь царей, он сегодня желает личное отношение иметь с тобой и со мной. Мы никогда не умрем, а если мы живем, то оживем. И мы все предстанем пред Ним. Одни люди злые и, увы, те, которые, может, добрые сердцем, а вот не приняли его к личному спаситель, они предстанут на суд великого белого престола. Это будет страшная, но реальность. И дети Божьи, которые предстанут пред Ним на судилище. И здесь апостол Павел говорит, «Итак, каждый из нас за себя даст отчет, представ пред Ним». Это будет время и место, где Господь будет раздавать награды детям своим. Не важно, какое ты служение нес, а важно, как ты ходил пред Богом. Это будет личная встреча там в вечности. А вот сегодня здесь на земле во время благодатное мы имеем такую возможность. Вот к той вечности надо готовиться. И время подготовки к той вечности кому-то 80 лет, вот как сестре Надежда, кому-то 90, кому-то 70, кому-то еще меньше. Но это время подготовки. И часто мы не задумываемся об той подготовке. А вот вечер для меня всегда это время подготовки. Это мое личное отношение к Богу и Его ко мне. как прошел этот месяц, какими отношения были с Ним, с Богом, с Владыкой Вселенной и еще ближе с Отцом Моим, со Спасителем Моим. И вот в подготовке сегодня мы будем участвовать в такой личном общении не только друг с другом, а с Богом Любящим. Пусть Господь благословит сердце твое и мое. Дорогой друг, если ты не в мире еще со Христом, не принял его как личного Спасителя, сегодня время благоприятное, время спасения, но время задуматься, что каждый пред ним предстанет. И для тебя, дорогой брат и сестра, это праздник торжественное служение, общение с Богом, Владыкой Вселенной, который владычествует над мертвыми и живыми. И в этом Царстве Божьем и гражданином являешься ты и я. Слава Ему за это. Честь Ему, поклонение, аминь. Поклонимся, Господи.